ну что разве приветствую мы с вами продолжаем проходить black book игра своеобразная игра интересного не и свой вайп да есть свой же сюжет не знаю сколько он длинный но пока что только две печати да и думаю скоро момент кроме третью если не видел прошлой серии лучше официально хочется как всегда да на плейлист полно пошли данной игры вот и там чуть ниже описание с подсказочки вот это с телефона из компьютера там справед и справа сверху справа вверху справа вверху есть восклицательный знак сквозочке белом да я нажимаю на подсказочки там прикреплены прошлой серии да и плейлист также с помощью данной игры посмотрите на довольно интересно и плюс ее можно смотреть семьей потому что здесь нет мата есть он есть он запеканый максимально поэтому не переживайте вот игра все-таки найти для того чтобы почилить да и просто отдохнуть на этим так от суеты всякой дат каких-то не замуж проблем просто вот игра для отдых игрок чил вот эта серика будет довольно интересно я думаю и интересно что же будет дальше по сюжету то что я ее повторюсь смотрел очень давно но не полностью частями и в целом я не помню тут сюжетов поэтому там я тоже как в новинку руговородан поэтому посмотрим чтобы дальше славу сашку удобно набивать предыдущий кушать пить как петель и петель и поэтому просмотра мы собственно продолжаем проходить данную игру ну а3 к колдуны свадьбы портят так а потом что было договорилась я с этим весом он не все и сделал от молодец василиса я бы и сам лучше не сработал свою молодость колдовскую вспоминаю эх вот время то было я еще легко отделался это уж точно шерстнатая ты беседина мышей лови черти пусть ловит не соседки на это дело прошка они открывают ли кошки печати в книге проверим может выловлю я мышей тоже мне задача я тебя не мучаю как андрейки твои малы ну за следующую печать приниматься пора волчья печать я про оборотни подумала давно их в уезде не было прошка может волком обернешься не поможет надо мне помозговать пока своими делами займись помяни парня своего срок подошел а я может что и придумаю хорошо дедушка у нее есть парень что так так да посмотрим книгу с тобой что у нас есть я вроде настраиваю да да вроде бы настраиваю полностью 2 сбалансирован это вроде как чисто для защиты у нас по большей части вы должно быть да а это чисто у нас урон наносит чисто до под урон сделанным а здесь сбалансировано хорошо а у нас тут три печати аж прикинь три печати у нас тобой ё-моё даже не помню у нас осталось в раз два три четыре печати нам с тобой осталось собственно интересно интересно так что у нас здесь это так здесь у нас с тобой пока что новенькая не открылась нас тобой секс нас еще 2 секса с тобой есть собственно что здесь потому что вы собирали их я не отправляю до как помню с прошлой серии потому что вот эти гробики в грубике кругу я называется это ну не карма грехи его не хочется свои грехи хочешь наоборот их убрать 51 грех здесь нафиг он нужен нафиг он нужен да надо убирать все это дело надо все это дело убирать поэтому я их и не отправляю прокачать нам с тобой нечего я к сожалению ладно что еще ну давай чем путь одну песню сходить на могилку дед и гор говорит что время есть я решил сходить на могилку проверить своего милого по соболезную вас гучу думаю в этой либо в этой встрече мы с тобой откроем все таки уже печать следующую но молю что это такое столько-то дров надолго хватит дед егор заставил черте рубить дрова а ну живее рубите окаянные грызли мне плешь всю житуху мою а работайте давайте чего дедушка слушать тебя бессики то да как а как столько вместе прожито помнят еще да и тебя побаиваются хорошо что бесы с хозяйством помогают то ага так да дрова рубит то это чё я их как то послал поле вспахать так они все перепахали и посаженные и не посаженные глаз да глаз за ними нужен ну ничего пользы тоже есть откуда у тебя изба то это дедушка а изба то так по наследству досталось старшие то со временем отселились все кто уехал кто в вильгарте отстроился ну а дом мне родители завещали старый он уж как я недолго осталось то скоро мы оба на тот свет отправимся избу те оставлю больше некому может мне в лес пойти волков искать да ну ты чё нужна нечисть обычные волки не сходятся есть мысля у меня одна не бойся срок печать откроем ладно дед и мне нужно интересно когда ты в избе этой много народу то жила сейчас только мы с дедом ну а соберем травы вот это очень интересно это нам очень надо с тобой а а как о да хорошо что я не из этих бесяков мелких адовых работы круглый день или людей порт это ведь тоже работа я так на печи за хозяйством погляжу вот это мое что вообще домовой делать должен если дрова не рубить а много чего у вас суседки то не было давно вот крышей осела растет на ней асока как а то дык я до такого не довел ну время будет да к полажу и пока я не особо-то освоился ага может подсобишь чертям то ага щаска у меня других дел довольно здесь и за домом следи да и мышей во води да пожар от води да что мало не полно как тебе живется в избе деда егора то так хорошо в избе то живется как то спокойнее у вас икон то не больно не то что в церкви а в углу вон там не было и времена напоминаю раньше ты тоже там держали и угощи и бога после потолку и ладно вот голос тобой собственно панели полю вот так тут нет ничего опа она сюда спрятались смотри оба травы спрятались ты тут больше ничего не такого нет я не очень нужно ребят очень нужен опа на так спутин спутин при м м м прикольно прикольно сделали м м ПЕСНЯ 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 начали проходить данную игру в начале здесь более вроде бы хорошо понятно так вот еще мы открываем печать и да хорошо что это василиса вот я все думал про тот ветер давай про три стороны и раковины речные и что вспомнил как суседил нет думаю нужно нам сходить снова в енидор до церкви может там что в голову придет пойдем но осталось ли там что века же прошли поищем у основания подвале все тайны под землей да ты лучше меня это знаешь в галпце окажемся может чего на выражу не зря же я соседка держите и 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 Прошка то и дело останавливается. Покружив в раздумьях, он в нерешительности продолжает путь. Кажется, что-то в предстоящей дороге тревожит нечистого. Что-то, что он и сам не может вам рассказать. Во время очередной остановки ветер вздымает дорожную пыль. Неужто бесовская свадьба? Поехали. Скиньки! Мало, он еще по времени. 25 у него. РБ. Два хода у нас с тобой. За два хода мы должны его... Четыре... Ой, куда, куда, подожди, не то. Четыре... Восемь... Давай так. А, понятно. Интересно. Давай еще раз. Если чё-то... А, нельзя использовать траву. Пока чё смысл-то, блин. А-а-а... Так давай. А-а-а... С... Ну, здесь... А как? Больше чего такого здесь нету особо. Ну, а смысл... Ну, пробуем, но смысл нету, я думаю. Хотя... Давай-давай-давай-давай-давай. Хорош. Хорош. Интересно. Погнали дальше. Просто нормально. Тысяча урона. Добрый вечер. Дорожный вихрь был предвестником северной ночи. Ветер гнет деревья, гоняет листья и пыль по пустынным углам Янидорской Ростыни. Где-то в лесу затягивает тоскливую песню одинокий волк. И Прошка вновь замирает в нерешительности. Ну, и Ветер. Ты что встал-то, Прошка? Вспомнил я, что бывал тут часто. Наверное, когда живым был из племени Чудского. Вряд ли церкву мою по городам и весям на руках носили. Так ведь? Тебе бы все на руках, чтоб носили. Так ведь? Что еще могло произойти на Ростыне, что могло связать Прошку с этим местом? Ростыне. Росты и праздники не отмечают пас на это место. Может, тебя тут-то и похоронили? Нечистым ты был покойником. Похоже на правду. Так и стал суседкой. Дай-ка подумать. Кажется, что-то вспоминаю. Копай тут. Я не хочу твою могилу разрывать. Копай, говорю. Ну, приручил себе колдунью бестолковую. Ладно, будь по-твоему. Но если там пусто... Вы разрываете землю чуть поодаль от дороги, где указал Прошка. И под узким слоем земли, рядом со странным прогнившим поленом, находите серебряную бляшку. Прошка хмурится на находку, но воспоминания к нему не возвращаются. Погнали дальше. Старый мост поскрипывает от студеного ветра. Под ним рябит холодная вода какой-то болотистой речки. На середине пути вы замечаете лесную чуть, уставившуюся на вас своими холодными безжизненными глазами из камышей и водорослей. Не чистому было достаточно поднять лапу, чтобы все лесные духи разбежались в панике. Вы удивленно смотрите на кота. Его ли это заслуга или чуть прознала про силу черной книги? Да, интересно. Чего? Пряньки-то распродала уж все. А, ты за травами? Ну, давай, смотри. Продолжение следует... Офигенно, стоит у меня 21 рубль продать, а купить 42. Хорошая математика, хорошая, хорошая цена. Ну-ка, да-ка я вот это куплю одну, просто на всякий, чтобы было. То в целом, в целом, в целом. Там это такая штука есть. Ну, в целом, в принципе, нам так сильно пока что ничего такого и не нужно, да? Поэтому поехали дальше. Северный ветер гнет верхушки деревьев. Их шелест наполняет болото мерным шумом, в котором вам слышится перешептывание леших и шелест крыльев подземных демонов. Вы останавливаетесь на минуту, задумавшись о древности этих лесов. Сколько им веков? Сколько еще они простоят? Размышление прерывает недовольное ворчание Прошки. Енидор уже близко. У-у-у-у. Стой, стой. Так, вон еще что-то я вижу. Давай-ка соберем их быстренько. Быстро-ка с тобой соберем их. Здесь ничего нам не дают. Как будто опустела церковь. Да. Да, поговорим с Прошкой. Ну, стареет, да? Дерево-то вон, гляди, все поистлело. А такое доброе это было. Эх, ну че стоишь, Васька? Вон дверь в подклете творяй. Нижний этаж дырял на дому, служащий жилем или кладовое. Какие-то картины в перемешку с иконами. Приближаясь к старым доскам, вы чувствуете тянущий от бревенчатой стены сквозняк. За старыми досками вы обнаруживаете узкий лаз, ведущий глубже под землю. Дождем. Дамы стоят с морем, так быстренько все, что тут есть. О, тут лосок. О, ты посмотри. Утварь старая. Старые церковные книги. Какое-то лицо у ангела странное. Ммм, не говори. А это что, нельзя посмотреть? Нет, не могу посмотреть, прикинь. Что-то тут не так просто. Поищи по сусекам, может найдешь что? Сусеки, вместо вам баре, забранная досками, 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 досками в виде неподвижного ларя. Что искать-то? А мне почем знать? Нече, нече смотреть-то с укором. Тут иконы вон по углам набросаны. Мне на них смотреть вредно. Так-то. Ну, поехали. За старыми досками вы обнаруживаете узкий лаз. Поехали. У истуканов речные раковины понабросаны. Какие они величественные. Я уже видел этих истуканов, Василиса. Был в этой землянке? Да, но когда? Давно ли? Чего-то не хватает. На календаре охотника будто нет одного паса. Пасы, родовые знаки, коми, пермяков и других финно-угорских народов. Добавь его. И весь годовой цикл станет на свое место. Некогда величественные, идолы лежат в повалку в этой промозглой сырой землянке. От жутковатых лиц забытых богов будто бы несет холодным ветерком. У одного идола не хватает резного лица. Может быть как раз это... Может быть как раз вот это вот... Как у башков чутских. Старинный деревянный ангел безразлично смотрит на вас. Вы вглядываетесь в его лицо, и кажется, будто он в деревянной маске. Вы дотрагиваетесь до маски, и она падает к вашим ногам. Ее лик напоминает вам о странных бесах, которых изображают на чудских башках. Старинный деревянный ангел безразличен. Я бы их поизучала, до времени мало. Вряд ли тут про прошку пишут. Старые церковные книги. Утварь старая, утварь старая. Не тут ли нам надо что-то найти? Прихожане дарили или что ли? Какие-то картины в перемешку с иконами. Не тут ли нам надо что-то найти, нет? Че, что прошка скажет? Что-то тут не так просто. Поищи по сусекам, может найдешь что? Что искать-то? А мне почем знать? Нече, нече смотреть-то су... Мне на... За старыми досками ваб... Хм... Некогда величественные идолы лежат в повалку в этой промозглой сырой землянке. От жутковатых лиц забытых богов, будто бы несет холодным ветерком. У одного идола не хватает резного лица. Значит, я правильно связывал. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у мой пир но посмотри что да я и выглядел когда-то когда меня звали мой прибор к мифологии коми пермяков его имя приводится как и северный ветер охотники несли мне речные раковины со всего 7 а я веялся ведущим ветром без сна и ложка это ты василий я все вспомнил благодаря тебе кау нормально то есть получать прошка это по факту бог но в ветра как он сказал войпель тебя звали войпель кто ты я был бог владыкой северного ветра и повелителем судеб чутских племен что жили в чердонских лесах был я силен до поры пришли другие боги и вера в меня угасла войпелю болвану не молиться и тризнь ему не творить так и стал потухло пламя жертвенника умерились и мои силы это твои болваны под церковью да мои последнее капище было тут старой землянке я еще помню ту женщину что не хотела терять старую веру она спрятала идол а мои лица прикрепила кань так я и выжил силы нечистые но в ореоле церковный слава почему везде раковина то мой сим мои уши когда я был всеведущ в этих краях я ветром своим охлаждал неистовое пламя солнца но то время давно мину остались только эти белесые ракушки кости забытого прошлого я в шоке что ты сейчас собираешься делать останусь с тобой теперь должок-то за мной да и силы у меня не то чтобы больше 100 вселенная повернулась и старые боги превратились без чего так и я когда меня забыли люди я и сам себя за сил во мне осталось мало но теперь я вернул свое прошло и так стал сильнее помогу я тебе василиса кто знает каких еще формах мне удастся переродить интересно очень интересно вот это получается прошка это небес это бог так и оказалось что прошка наш чудским бесом был господи иисусе не ожидал дедушка теперь к глядишь я тебя мышей то заставлю искать невероятно не думал что такой сильный дух тебе прибьется в службу хорошо я тебя учил видать или в книге и дело и что теперь с нами останешься да поживу кошачий век с василисы я-то свое нашел теперь ей помогу а про мышей нечего тут ты хоть и горе будь а дело свое в избе знай я тут хозяин покуда не все зубы по выпадали не бойся не пропадем всех мышей как ветром сдует интересный он видишь скал интересную интересную мысль теперь войпер получается в войпы ли зовут они прошу кого пересказал что ну грубо прошу когда он сказал что по факту все боги в которых перестали верить стали бесами грубо говоря также и он но мы будем вспомнить кто он получается это жесть то прикольно так что здесь не буду никого отправлять и сансью так здесь у нас что просил ты получил ага здесь что понятно так но и поговорим тебе моя новая шерстка как светится я даже и не знаю как тебя теперь называть прошка или войпель да прошка прошка я же говорил что с тобой останусь пока ты печати открываешь ты мне помогла и я тебе помогла и я тебе помогу я чертей не боюсь разве они могут мне навредить что ты за дух такой чудской еще пермики в меня верили только угасли мои силы теперь зато мышей могу ловить ты мне помогаешь да и от этого сила моя растет так что я тебя не брошу ты вспомнил кем был но скоро можешь снова все позабыть да чем занимаешься тем и становишься будешь соседить сотни лет так в суседку и превратишься и если бы ты мне не напомнила прошло кто знает может я б лет через сто вообще в косматого старика превратился все хватит суседства освободишь парня своего отправлюсь в горы буду там летать свободным северным ветром так я ничего не забуду господь в помощь егор евлампич василиса уж не жених ли это с невестой пожаловали значит держишь слово то николай ну говорил же что невеста то мне нужно а тут видишь с божией до вашей помощью сложилось так уж скоро свадьба гляжу занавесили тебя по старой традиции плачи сказываете да нужно свадьбу сыграть чтобы больники обратно не утянули понимаю у тебя дел много вася не до венчаний но кто кроме тебя ты ж меня у обдирихи просватала тебе и свах и быть от моей стороны на свадьбе-то мне придано и некогда на девичники ладить да уж неделя прошла у меня преданная ты дома объявилась а чего не хватило так мне девки из деревни помогли ты главное свах это побудь не могу надо другими делами заниматься ничего ничего вася ходишь не пропадем так у нас пока срочно в это дело нет а глядишь свадьба пройдет так и решение появится да и ты идет приходи тысяч с кем будешь тысячи главный распорядитель в традиционном один набрать и василиса учил ему разуму да помогал с людскими предметами для невесты то это верно видишь вася как тут отказаться а дружкой кого взял дружка представить жениха в свадьбе на бряде его обязанность входит ограждение свадьбе свадьбе жан от порча также веселье благо балагурство фетку гармониста старый мой товарищ фетьку какой уж он порчу отведет как на такую свадьбу то идти дед да ну ты чего вася справиться федька балагур зато вот даст чаду то к тому же мы там будем подсобим от нечистой силы и колдунов ладно за федькой надо точно присмотреть как бы сам свадьбу не спортил спасибо василиса я и тебе подарок приготовила думаю по сердцу придется и на пользу пойдет вы не только с приглашением помощь нужна знатливых теща будущее рабочих снарядила пиво делать да только они бросили дело на пол дороги говорят окаянный одолел от страха сами не свои мы без вас к бесам не пошли вдруг там банники помешать пытаются это вы верно решили с невестиной то стороны варите с обоих сразу решили наварить деревне то недалеко в пакче где матушка живет есть хорошие умельцы и мы заказали батюшки то не стало уже что про бесяков сказывают тени шумят какие-то кадушки переворачивают пиво-то у реки варят вот я и подумала что обдериха могла у воды объявиться когда день-то свадебный так все послезавтра созваны свадебный день сначала она следующий под венец поедем и все по чину но и обстоятельства то так сама понимаешь нажить рвет ладно помогу вам без пива то обряд не полный а вам еще жить и жить ну послезавтра тогда заезжай колья тысяч кай до встречи помогай господь здравствуйте помогай господь вот он он тот самый да пожаловали ваши благородие вечная заслонка то что сервис можно показали вот у нас недоумением оглядывается по сторонам он не по этому делу не понимает ничего да и свад это без жениха приходят здравствуй василиса я тут неподалеку по делу оказался и решил к тебе зайти в смысле я думаю тебе это дело тоже будет интересно права с дедом егором в округе много говорят помнишь беса того огненного что девку в логове мучил случай похожий выселки пакчинском северным поселком его называют вот тут то этого беса и выследить удастся северном поселке стало быть ты пока своими средствами лать а там и я может на огонек загляну спасибо тогда до встречи походи чайку может стол подвигать стол никогда к больной пойду александр спешно покидает избу пройдем я думаю на этом завершим с тобой сирии куда что-то пройдем с тобой и можно завершить или крыши тогда она получила науки она вечереет вы держите черную книгу на готове ведь колдуны часто оставляют своих бесов у дороги портить людей как вы уже не раз убедились вскоре вы замечаете чей-то горящий взор под раскидистыми корнями старой ели вы делаете крюк по берегу реки и минуете опасный участок дороги среди верхушек вы замечаете безмолвного гиганта его силуэт возвышается над деревьями и бросает мрачную тень на застывшую в сумраке дорогу вы вступаете в лес устремляетесь к неведомой нечисти и вскоре слышите удаляющийся хохот из мрака внезапно вылетает пыльный вихрь он разбивается на стаю чертей ну ай 1 2 2 а это эти без шторм без вот эту темно дали типа порчи не порчи когда вот это то то что у меня вот высшие персонажи находится такой вот эти темы да вот они что их не отправляю да 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 не ладно давайте бил отсюда нанесен поехали но и еще пора заканчивать да раз там пятерочка 2 3 и давай вот так вот 4 все лечебные травы за каждый спорта восстановить 7 соучаркивается книги до конца бета используется мгновенно миную заговоры ведь слова в книге добавьте же если 1000 крада носит 3 а давай заслужим еще будет умыста можем прокачать защиту слов и что он слов еще на один давай вот это стал прокачать так поехали дальше вы без труда находите избу про которую рассказывал александр и расспрашивайте местных оказывается у больную не так давно погиб муж ваш знакомый уже здесь на это морды рыбацкие ловушки видимо ее муж был рыбаком уж вряд ли она сама рыбалит так это морды рыбацкие ловушки в углу избы стоит добротная русская печь на беленом устье черные следы золы но сложно сказать кто виноват без или неаккуратность хозяйки даже терет мебель как и вся изба находится в запустении видно что женщина не справляется с хозяйством в одиночку какие-то лавки перевернуты видимо без постарался вы открываете сундук и в нос вам бьет отвратительный смрад внутри лежат повседневные вещи крестьянки и несколько суконных мешков кажется они и источают зловоние вы морщитесь от отвращения в мешках лежит кишащий червями конский навоз это гостинцы нечистого проклятым людям они кажутся золотом да пряниками постельное белье и полотенца ничего интересного вы морщитесь от отвращения оставьте меня мне отдохнуть надо лихорадка замучила говорят овдовела ты о господи иисусе царство ему небесное помер он но ничего справляюсь бывают такие случаи что мужья то с того света возвращаются не слышала не надо со мной полукавливать я без всяких повидала и ходячего мертвяка за версту чую что ты вообще про меня знаешь про васеньку моего ничего ты не знаешь может быть мне удастся убедить ее если я притворюсь их знакомой так кто там был ее мужик по промыслу рыбачил может да похоже на то морды вон в углу лежат неубранные дак чё я давно вас знаю через кума своего он с твоим василием часто рыбачил ну сейчас ты не порыбачит помер говорю иди со своим женихом вон дайте отдохнуть все еще не верит чем бы мне убедить ее в том что не все так просто с ее гостям ты завод кто сундук у тебя большой без и принесли чувство глупости ничего не понимаю знаю я кто в твоей болезни виноват если живой хочешь остаться рассказывать ладно я скажу только не болтай не умер мой приходит иногда вечерами но велел не сказывать никому заругают но вы слышите шум рассыпающихся искор из печи появляется ваш знакомый огненный черт и тут же оборачивается человеком снова твои козни колдунья не мешай мне заниматься моим делом думаешь задавить меня тот раз чет не очень у тебя получилось задавить я живу с другой целью здесь ты мне помешала но я и других существ найду не так скоро в моем уезде от меня не скроешься может и так потому тебя займут мои новые друзья сюда я больше не вернусь рядом с ним появляется пара чертей сам же он обращается в огненное веретено и устремляется в печную трубу вы можете догнать змея если не тратить время на чертей но что станет с больной женщиной выбор остатки мы можем остаться с тобой да собственно чертей быстренького вот так вот перебить тут карточную вот это все вот тема до вступить будет с этими либо остаться можно помочь да либо в погоне но смотри этим остаемся в любом случае на этом не остановится все на другой с погони мы не догоним не так что мы догоним но оставиваете книгу и читаете первый заговор но останемся не факт что мы догоним просто понимаешь шесть пять три 1114 14 ну погнали чё раз два три ой 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 но это ну ладно одно х поставили нормально а и и и и и и и и и к не конца битва вывести слова и добавьте эффект крепко один туча крата значение как слова увеличится на 1 за каждую руку 100 того же загоречит сглаз в начале внутри вы одолели чертей и женщина кажется теперь в безопасности но сколько еще душ погубит огненный змей на этот вопрос никто не знает ответа вам остается только продолжить путь я вот так что мы его догнали понимаешь не факт чтобы мы догнали боевый поэтому есть поступим так здесь поступим так правильно замечать бледные головы вот там и прохожили мая поглядывающих из воды мое прохождение так что не иначе посмотрим чем беспечную жертву чтобы утащить водяному я думаю нам покажут правильно сделал выбраны нет все таки ну не знаю я посчитал так сделать то что не факт что мы догнали у понимаешь его бы вот всем поняв что их заметили нежить лениво скрывается под водой вы прячетесь в стороне и вскоре утопни возвращаются на свой пост нас играем в карте снова поехали так череда у нас с тобой козыри ну хорошо понятно все с вами так ну поехали двумя десяточки на все нет восьмерочка папа девяточка девяточку на 7 гасим 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 он ясно читеры читеры ну классно чё спасибо что чел ты читер чешо поехали 10 10 10 давай-давай просто лечить читерят покедала вот так вот урбану так вот прикинь 4 от 4 так нельзя увеличится защитный 4 в начале хода вот это стимбал нужно брать это имбал так let's go next что же там несмотря на поздний час торговля продолжается и вы еще можете успеть купить что-то в дорогу чертежники увлечены очередной партии в дурачка я большой разгар подходи покупай добро и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Понял такое? Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Эх, сладкое-то какое. Опа. Опа. В этом котле до сих пор уйма недоваренного пива. Вы чувствуете злую силу, таящуюся под черной поверхностью. Здесь разжигают костер для варки пива. Вы не можете разжечь костер. Все поленья прогорели и нет сухой травы для хорошей искры. Вы не можете разжечь костер. Ну ладно. В этом котле до сих пор уйма нет. Вы закатываете рукав и суете руку в котел. Понятно. Здесь лежат дрова, которые заготовили крестьяне. Вы набираете немного дров. Здесь лежит сухая трава. Ее можно использовать. Вы набираете немного сухой. Здесь разжигают костер для варки пива. Вы подбрасываете дров. Теперь костер можно разжечь. Вы кладете сухую траву под котелок. Теперь разжечь костер. Вы разжигаете костер и делаете шаг назад. Из котелка на мгновение показывается какая-то нечисть. Но вскоре она вновь скрывается под маслянистой пивной пеной. Огонь гаснет от выплеснувшегося пива. Быть может, костер побольше вытравит беса. Здесь лежит сухая трава. Ее можно использовать для разведения огня. Здесь разжигают костер для варки пива. Вы разжигаете костер и делаете шаг назад. Из котелка на мгновение показывается какая-то нечисть. Но вскоре она вновь скрывается под маслянистой пивной пеной. Костер побольше. Здесь лежат дрова, которые заготовили. Вы берете охапку дров. Здесь разжигают костер для варки пива. Вы подбрасываете еще дров. Теперь костер загорит пущим. Вы разжигаете костер и делаете шаг. Ты кто? Ух, 200 сего. Ну, понятно. Ну, поехали. Так, сразу раз. Двас. Трис. Че дэйрис. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня разве этого нету? ДимаTorzok 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 да сейчас попробую вот так вот просто 35 добрый вечер просто треш ребят нам нет ничего не дал он и был бы чем б.б. давай еще раз пробовать ладно я победю сейчас я победю тогда сразу так сейчас максимально нанесем урон и и и и и и и и так дальше что мы делаем с тобой пока риген трогать не будем с тобой давай не туда никуда никуда поехали раз но рим пока хватит 13-го стола до 13 до мальчика все что-то сешь и 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 больно больно набор не так обязательно сейчас про всю сносить до разум то что лишь у него там минус 16 просто добрый вечер пост фигачит так давай я сейчас захилюсь хотя есть ли смысл захиливания а что там сейчас будет делать принципе есть смысл сейчас захилиться нам с тобой вот так вот сделаем 1 два три и четыре и еще еще там сделаем ой как хорошо минус 22 хочу будто его просто добрый вечер 39 до значит снимаем снимаем с тобой и ну а вот еще и спали негативный как бы нам с того числа наносить чего-то был сразу хорошо понял 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 ошибку что что Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 ну какой-то в этом этого давай сюда да наилегчайший просто наилегчайшая было просто но конечно не наилегчай чтобы это было чуть сложненько но в принципе все таки я карты собрал в книге правильном мы просто правильно ими воспользоваться вот так вот такой босс но довольно кинасть такой души на и души на и так вот это вера порча падает на землю отвратительным комком зловонной шерсти этот бес явно был создан колдуном но кто может желать вреда николаю вы отправляете пивоваров за уцелевшими бочками нетронутыми порчей а сами возвращаетесь в зубу да уж трэш что-то босс конечно босс потом то я позвала мужиков спать и когда без опрогнала да мы с тобой на этом и закончим спасибо за просмотр такая среда была довольно-таки длинная серийка но босс был довольно-таки душно ватой вот но мы справились справились поэтому спасибо за просмотр и увидимся лишь целях давайте